Здравствуйте! Гость нашей студии сегодня заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям Ирина Попова. Здравствуйте, Ирина Сергеевна! Здравствуйте, Глеб! Пригласили вас для того, чтобы поговорить о биотехнологиях, о государственной поддержке биотехнологий. Насколько алтайскому бизнесу сейчас, в принципе, интересны разработки местных ученых? Где можно ознакомиться с этими разработками и какие центры, вузы занимаются и в каких направлениях? Хороший вопрос. Как вы правильно отметили, большой интерес к развитию биотехнологий наблюдается в последние годы, как на федеральном уровне, так и на уровне Алтайского края. На уровне федеральном существует достаточно большое количество программ, которые развивают биотехнологии как в области фундаментальных исследований, так и в области прикладных исследований. Само понятие биотехнологии – это очень емкое понятие, и оно включает очень много научных дисциплин. Вообще, это дисциплины, связанные с развитием живых систем, причем которые очень-очень многообразны. Поэтому, если говорить о биотехнологиях, которые направлены на поддержку на федеральном уровне, то они находятся и в плоскости развития сельского хозяйства, здравоохранения, медицины, фармацевтики и так далее. У нас в Алтайском крае идет региональная поддержка данного направления, и эти направления отражены в первую очередь в стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Ранее эти меры поддержки реализовывались через государственную программу Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Алтайского края» и поддерживаются грантами губернатора Алтайского края в сфере биотехнологий. Вообще, в целом, развитие биотехнологий у нас начало развиваться с созданием Совета по развитию биотехнологий под руководством губернатора Алтайского края. В данный совет входят руководители высших учебных заведений, профильных и научных учреждений. Это Алтайский государственный университет, Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ивановича Ползунова, Алтайский государственный медицинский университет и, конечно же, Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий. Поэтому, как вы видите, направленность развития биотехнологий, она очень большая. Также входят представители правительства Алтайского края и представители бизнеса. И таким образом этот совет координирует развитие этого направления, биотехнологий, по основным приоритетным направлениям, которые у нас в Алтайском крае, их шесть. Это агробиотехнологии, но с учетом специфики нашего региона, пищевые биотехнологии, биотехнологии и биофармацевтика, биоэнергетика и промышленные биотехнологии. Но грантовая поддержка проектов, направленных на развитие биотехнологий, у нас осуществляется только по пяти направлениям. Это агробиотехнологии, пищевые биотехнологии, фармацевтики и биомедицины и лесные биотехнологии. Наши разработки ученых имеют очень большую и очень высокую значимость. Но именно прикладной характер, чтобы брали эти разработки и внедряли в производственный процесс наш бизнес, это та задача, которая решается в рамках деятельности Совета и в рамках предоставления этой грантовой поддержки. Гранты у нас могут получить только предприятия нашего Алтайского края. То есть таким образом мы нацеливаем, что разработки наших алтайских ученых, они и входят как раз в реальную плоскость нашего алтайского бизнеса. Эта работа проводится уже достаточно успешно с 2018 года. На сегодняшний день у нас 45 проектов поддерживается. В год у нас фактически 7-8 проектов поддерживаются в рамках грантов губернатора. И условия участия компаний наших алтайских заключаются в том, что гранты предоставляются на условиях софинансирования. То есть часть средств предоставляет бюджет Алтайского края, часть средств вкладывает свой индустриальный партнер и часть средств вкладывает ВУЗ. А какова доля? До 2021 года у нас гранты предоставлялись на условиях софинансирования. 70% это была доля краевого бюджета, 20% вкладывал индустриальный партнер, а 10% это вкладывался в реализацию проекта ВУЗ. С 2022 года в соответствии с федеральным законодательством условия эти изменились. И нами сохранена доля 50% предоставляет на реализацию проекта краевой бюджет, а остальные средства 50% делятся уже самостоятельно между ВУЗом и индустриальным партнером. Вот поскольку у нас уже конкурс на предоставление гранта в 2022 году состоялся, мы наблюдаем следующую такую вот особенность, что в некоторых проектах доля индустриального партнера, она немного меньше, а вот в некоторых проектах наоборот доля финансирования ВУЗа гораздо больше. И вот такая тенденция, она как раз характерна для тех проектов, которые являются именно стратегическими для Алтайского края. Это, конечно, характерно для проектов, которые реализуются по направлению биофармацевтика и биомедицины. Это проекты достаточно длительные во времени. И сам процесс, как вы знаете, вывода лекарственных препаратов, медицинских изделий до конечного потребителя, он многоэтапный и достаточно финансово сложный, скажем так. Международная обстановка мотивирует усилить эту работу. Да, вы абсолютно правы. Поэтому такие механизмы у нас есть для поддержки именно развития биотехнологий. И именно эта работа из Совета по развитию биотехнологии при губернаторе Алтайского края, она позволяет координировать и кооперировать действия вузов, власти и бизнеса для того, чтобы потенциировать наши возможности, чтобы приносил синергетический эффект от этой деятельности. Поскольку все-таки, если мы переходим к биотехнологиям, то сырьем для производства биотехнологий это могут являться в большей части животное и растительное сырье. А наш Алтайский край, он этим богат. Поэтому, соответственно, и возможности для развития этого направления у нас в Алтайском крае гораздо выше, чем нежели у других регионов. Вы упомянули синергетический эффект. То есть можно сказать, что при реализации этих проектов двигается вперед не только наука, но и промышленность, переработка и другие отрасли. И если вот опять же возвращаясь к грантам и именно проектам, которые заявляют предприятия, то есть сейчас мы уже немножко, как мне кажется, повернули плоскость бизнеса к заинтересованности, к той работе, которая делается вузами, а именно к их возможностям. Например, проекты, в которых заинтересованы производители, то есть ученые берут какой-то технологический процесс и его усовершенствуют. В конечном итоге получается биологическая эффективность выше, экономия технологических процессов выше. Поэтому вот таким образом и наблюдается синергетический эффект между наукой и бизнесом. Это раз. И плюс ко всему еще появляется много новых точек соприкосновения для дальнейшей работы. Вот если мы как бы обернемся на несколько лет назад, то у нас в области биотехнологии вузами осуществлялось порядка 30 проектов научно-исследовательских. На сегодняшний день мы говорим, что это уже более 100 проектов. А если мы говорим о индустриальных партнерах, которые были вообще привлечены в эту плоскость, то вот по грантам это вот одна цифра, а та работа, которая проводится уже между вузом и бизнесом, у них уже заключено порядка более 100 индустриальных партнеров выступает заказчиками других научно-исследовательских работ, которые вузы осуществляют на хозрасчетной основе. А где бизнесу, который заинтересован, может быть, во взаимодействии с научными центрами, но не входит в состав этого совета, руководители каких-то предприятий, где им можно ознакомиться с теми разработками, с примерами, которые есть у алтайских ученых? Информационной платформой для максимального позиционирования разработок в сфере биотехнологий является наш сайт «Алтайпищепрома», где раздел биотехнологий достаточно информативно представлен, а также информационный портал от биопродуктов биоэкономики. Также на данном портале размещена информация о тех ярких конгрессных мероприятиях, которые осуществляются в Алтайском крае, которые планируются к проведению. Например, в прошлом году у нас, на мой взгляд, было достаточно яркое мероприятие проведено. Это Международный форум биотехнологий, наука, образование, индустрия. Здесь организаторами выступили правительство Алтайского края и Алтайский государственный университет. И на этой площадке было организовано два ярких мероприятия. Это Международная конференция от биопродуктов биоэкономики. И третий Международный биотехнологический симпозиум «Биоазия Алтай-2021». То есть эта вся работа проводилась совместно с вузами Алтайским государственным медицинским университетом, Алтайским государственным техническим университетом, Алтайским государственным аграрным университетом и Федеральным алтайским центром агробиотехнологии. То есть первый день он был у нас локализован на площадке концертного зала «Сибирь», где проходило пленарное заседание. Открывал его Виктор Петрович, наш губернатор, который ознакомился с выставкой, с научными разработками наших вузов. Было официальное награждение благодарностями наших ученых в области биотехнологий. И приветствовали, кроме Виктора Петровича, еще представителя Министерства образования и науки Российской Федерации. Замминистра российского сельского хозяйства Лут Оксана Николаевна также открывала это мероприятие. И далее, поскольку, как я уже сказала, биотехнологии, они очень разнообразны, вот по этим приоритетным направлениям на площадках вузов и проводились тематические мероприятия. То есть можно заключить, что Алтайский край не только сибирская житница, не только производитель продуктов питания и биоресурсов, но и Центр науки и глубокой переработки. Да, вы абсолютно правы. Ну что ж, благодарю за интересную беседу, за ответы на вопросы. А с нашими телезрителями мы прощаемся. До встречи в эфире телеканала Катунь-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова